Кто меня вот тянул за язык юморить-то, а? Ну, придется теперь как-то вывозить и посвящать отдельное видео шейдерам. Как это можно сделать вообще? Обзором? Как бы это выглядело? Данный шейдер стал доступен лишь в этом сезоне. Он очень хорошо смотрится на броне охотника и отлично подойдет для того, чтобы надевать его в сумрачный налет побоища. Конечно, не на грандмастере, он будет малополезен, там уже довольно долгое время остается незаменимым ядовито-базальтовый, но если вам не хватает челленджа, попробуйте. Вашим напарникам по команде тогда лучше будет взять что-то для компенсирования проседающих параметров, например шейдеры прошлого сезона, алый горизонт, или законопослушный нейтралитет. Тут уж смотрите какой у вас найдется, при том они универсальные, можно хоть титану нацепить, хоть варлоку. Хм, а может быть гайдом? Итак, в сегодняшнем видео я расскажу вам про один из самых крутых шейдеров для брони, Выбор Калуса. Чтобы получить шейдер Выбор Калуса, вам нужно пройти сюжетную линию Красная Война, которая начинается в разрушенной башне и займет у вас 3-4 часа на прохождение. После того, как вы убьете Гоула, подкачайтесь, соберите команду из 6 человек и отправляйтесь на орбиту Несса, в рейд Левиафан. Вы, конечно, сейчас недоумеваете, типа, это чё, рейд проходить? Не парьтесь, достаточно только... Тоже как-то странно, да? Словно чего-то не хватает. Может, новостной выпуск? В последней статье от разработчиков на этой неделе в Банжи студия рассказала об ещё одной важной детали, которая изменит порядок шейдеров в следующем сезоне. Как вы знаете, Ада-1 вернётся в башню и будет управлять функцией Трансмога, одной из частей которого станет возможность красить ваши сеты брони единобременно и без необходимости держать пачки шейдеров в инвентаре. Ну так вот, Банжи уточнили, что они перестроят систему шейдеров и того, как они используются на броне. Все полученные вами шейдеры станут постоянно доступными на вашей учётной записи, а вкладка с ними будет удалена из расходных материалов. Поэтому они рекомендуют разобрать шейдеры до начала сезона 14, чтобы получить за них блеск и легендарные осколки. Хм, уже ближе, но как-то скучно. Давайте попробуем старые добрые ноу-брейн топы. Итак, это топ моих любимых шейдеров в Destiny 2. Голд скелет. Метросмена. Первый иней. Выбор каоса. Почести девяти. Аметистовая вуаль. Якорина. Монохром. Нефрит гамбита. И элегантные полоски. Хорошо. Теперь давайте серьёзно. В следующем сезоне действительно значительно изменится то, как мы будем работать над внешним обликом наших стражей. В руках игроков наконец-то появится инструмент, который никак не будет ограничивать фантазию, и с которым можно будет добиться действительно уникального набора брони. Конечно, прям подробные какие-то детали сейчас неизвестны, но банджи уже показывали пару концептов, делились информацией о том, как будет осуществляться превращение легендарной брони в орнамент. Да что уж там, трансмог является самой ожидаемой функцией четырнадцатого сезона, судя по комментариям. К чему я всё это? Да к тому, что на старте сезона я, конечно же, запишу видос с разжёвыванием того, как эта функция работает, квест АД-1 и всё такое. Но вот дальше... Дальше можно было бы развивать эту тему на канале. Сейчас в сообществе есть и отдельные аккаунты, и группы, и каналы, посвящённые тому, как можно стильно приодеть вашего стража. Но если такая тема вам интересна будет и близка, возможно, мы бы нашли ей место на канале Трипл Вайп. Например, раз в пару недель постить видос с лучшими образами от меня или от подписчиков. Что скажете? Пишите об этом в комментариях, предлагайте, было бы это вам интересно или нет. Ну а на этом я сегодня заканчиваю видео про шейдеры. Пришлось отвечать за свой же комментарий. Для того, чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на канал. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...